Привет, в эфире канал Девайс. Сейчас я расскажу о лучших лазерных принтерах и МФУ в 24-м году. Первое место в топе досталось многофункциональному устройству LaserJet MFP M141A от Hewlett-Packard. Обойдется эта лазерная МФУ порядка 15 тысяч. Сразу отмечу, что это устройство не поддерживает Wi-Fi, есть только порт USB для подключения к ПК или ноутбуку. Модель с беспроводным интерфейсом называется M141W. МФУ рассчитана в первую очередь на домашнее использование и отличается очень компактными размерами. Работает относительно тихо и достаточно быстро. На первой копии прогревается секунд 8-10. За минуту выдает до 21 страницы формата А4. Оригинальные картриджи стоят дороговато, но в продаже легко найти намного более дешевые аналоги вполне достойного качества. Ресурс картриджа около 1000 страниц. Примерно столько же составляет количество отпечатков в месяц, рекомендуемое изготовителем. Теоретически можно распечатать и до 8000 страниц в месяц, можно, но не нужно. Устройство совместимо с Windows, macOS и Linux. Шнурок USB в коробку положить позабыли, поэтому его придется докупать отдельно. Что еще? Вроде все. А да, отмечу, что производитель официально ушел с российского рынка, что чревато проблемами с технической поддержкой, драйверами и обновлением программного обеспечения. Впрочем, все вопросы с ПО решаемы, даже при самых плохих раскладах. Подпишись на канал, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментах. Второе место рейтинга занимает Canon iSensis MF657CDW. В магазинах его можно найти примерно за 44 тысячи. Это самое дорогое устройство в сегодняшнем топе, но оно же и самое навороченное. Если лазер-джет с первой позиции ориентирован в первую очередь на домашнее применение, то Canon iSensis офисная модель. У обоих устройств всходна только одна характеристика – скорость черно-белой печати до 21 страницы в минуту. По всем же остальным параметрам Canon намного круче. Во-первых, у него доступна опция цветной печати, причем с такой же скоростью, что и черно-белой. Во-вторых, помимо USB есть Wi-Fi и разъем RJ45 для подключения Ethernet. В-третьих, у этого МФУ есть поддержка отправки факсов. Так у меня пальцев не хватит на все преимущества, поэтому я их просто перечислю списком без нумерации. Итак, Canon поддерживает кучу мобильных технологий печати. У него выше скорость сканирования, в 10 раз большее максимальное количество копий за цикл. Вдвое больше разрешения печати, вдвое больше оперативной памяти и намного более мощный процессор. А еще у него выше ресурс картриджа, и объем месячной печати намного больше. Если Хьюлит Паккарт с трудом вытянет тысячу копий, то Canon спокойно выдаст 2500. Это рекомендованный производителем объем. Максимальное же количество страниц доходит до 30-ки. То есть этот аппарат вполне способен выдавать до 1000 копий в день. В общем, отличный аппарат для больших объемов цветной и черно-белой печати. Если есть что сказать, добро пожаловать в комменты. Задавай вопросы, делись своими мыслями, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. На третьей позиции расположилось еще одно неплохое МФУ из сегмента до 20 тысяч. Phantom M6507W стоит эта модель около 12 тысяч. На первое место топа я поставил лазерджет в основном из-за бренда. Все-таки долгое время вся история лазерной печати описывалась тремя словами Xerox, Canon и Hewlett Packard. Между тем, M6507W по техническим показателям выглядит привлекательнее, чем детище HP с первой позиции. Да, Phantom не может похвастаться древней историей, уходящей корнями в прошлое тысячелетие. Но эта китайская компания на практике доказала, что ее продукция может на равных тягаться с отцами-основателями лазерной печати. Итак, чем Phantom лучше, чем лидер сегодняшнего топа? Во-первых, у этого устройства чуть меньше время прогрева при печати первой копии, пусть и на доли секунд. Скорость печати тоже выше, хоть и всего на одну страницу в минуту. Во-вторых, картриджи дешевле и у них в полтора раза больший ресурс. В-третьих, лучше показатели сканера и копира. В-четвертых, рекомендованный месячный объем печати вдвое выше, большее максимальное количество страниц, доходящее до 20 тысяч. А еще у Phantom есть Wi-Fi, плюс ряд функций, отсутствующих Хьюлит Паккард. Может, стоило все-таки это МФУ на первое место поставить? Впрочем, ладно, что сделано, то сделано, пускай там HP красуется. Загляни в мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры, сравнения и рейтинги железа, а еще промо-коды для выгодных покупок. Ссылка на канал в описании под видео, подписывайся. На четвертой позиции топа расположилась МФУ Huawei PixLab X1. В магазинах его можно найти по цене в районе 39 тысяч. X1 – это качественная офисная модель для черно-белой лазерной печати, сканирования и копирования. Не самая низкая стоимость объясняется высокой скоростью печати, доходящей до 28 страниц в минуту. И функциональностью. Ресурс картриджа составляет 1500 копий, устройство может выдавать до 20 тысяч страниц в месяц. Помимо USB есть Wi-Fi, RJ45, Bluetooth и даже NFC. В общем, отличный офисный вариант, топ за свои деньги. На пятом месте разместилась МФУ Kyocera MA2001W. Продается это устройство по цене около 20 тысяч. Модель отличается высоким качеством и именитостью бренда. Показатели лазерной печати при этом не самые выдающиеся. Скорость до 20 страниц в минуту, максимальный месячный объем до 8 тысяч копий. Ресурс картриджа 1500 страниц, Wi-Fi есть. На шестую позицию рейтинга я поставил еще один Hewlett Packard из линейки LaserJet. Модель M111A обойдется порядка 14 тысяч. По возможностям это МФУ практически такое же, как М141A с первого места. Только скорость печати до 20 страниц в минуту, а не до 22. В основном из-за чуть более долгого прогрева. И на седьмую последнюю позицию рейтинга угодил еще один Phantom, более бюджетный. Модель P2516 обойдется примерно 8700 рублей. Функции у этого устройства самые минимум, но по параметрам черно-белой печати он вроде как не уступает своему собрату с третьего места топа. Тот же ресурс картриджа, та же скорость. Только вот максимальное разрешение вдвое меньше и рассчитано МФУ на вдвое меньшие нагрузки. Тем не менее, это МФУ остается привлекательным вариантом, если тебе нужно недорогое устройство для дома при небольших объемах печати. Ну и естественно, если тебя устроит отсутствие Wi-Fi и других наворотов. Вот и все с рейтингом лучших лазерных принтеров и МФУ, пора прощаться. Буду рад, если лайкнешь этот выпуск и подпишешься на канал. Здесь много интересного, задавай вопросы в комментариях, заглядывай в описании. В нем ты найдешь ссылки на принтеры и МФУ из топа. А на канале в Телеграм тебя ждут уникальные скидочные промокоды. До встречи в следующих выпусках!